Картины из камней и минералов китайского Алтая, расположенного на севере Синьцзяна, украшают музеи и частные коллекции по всему миру. Местная художница почти 30 лет создает уникальные работы, материал для которых собирают в горах. О кладовой самоцветов Алтаи и его драгоценных шедеврах расскажут мои коллеги. Это ювелирная во всех смыслах работа. Вместо красок используются измельченные кристаллы драгоценных камней и минералов. Мастерство художника здесь сочетается с точностью хирурга. Потому в руках Аллио Чинься сегодня не кисть, а пинцет. Пока не засох специальный клей, она наносит несколько штрихов. Так на наших глазах рождается картина. Все эти камни – настоящее сокровище. Самые ценные из них – это, конечно, жидеид, красный сапфир и бриллиант. И если покупателю нужно, мы можем использовать самые дорогие драгоценные камни для картины. Здесь я использую для росписи все цвета натурального камня. Когда я вижу определенный камень или минерал, я думаю о том, как лучше всего передать его цвет. Создавать картины из камня Лю Чинься начала почти 30 лет назад. Художница родилась в китайском Алтае, которая славится как кладовая самоцветов. И вполне логично, что в горах она находит не только вдохновение, но и материал для воплощения в своей фантазии. Что-то для своих работ Лю Чинься покупает у ювелиров. Что-то находит сама во время прогулок. Мой отец был старателем. Каждое лето он отправлялся в горы, чтобы добывать полезные ископаемые. И так мы росли, играя с самоцветами. Конечно, в то время я эти камни не особенно ценила. Раньше у нас в городе было предприятие, которое разрабатывало месторождение «Аквамарина». Хорошие камни использовались для украшений, а измельченное сырье было очень красивое и сверкало. В 90-е годы эта компания начала набирать людей, которые могли бы делать картины из драгоценных камней. Тогда я создала свою первую работу. Такие картины уже не просто произведения искусства. Они настоящие драгоценности, потому и стоят дорого. Для того, чтобы передать все оттенки цветов, используются более 30 разновидностей материалов. За эту репродукцию знаменитые картины Давида «Наполеон на перевале Симбернар» 10 лет назад предложили полтора миллиона юаней. Но художница не смогла расстаться со своим шедевром. Я испытываю противоречивые чувства. Я бы продала картину, но мне хочется, чтобы как можно больше людей увидели, что живопись из камня ничем не уступает произведениям, созданным из других материалов. Именно эту свою работу я оставила себе. Я не жалею об этом, потому что с ней я могу участвовать в профессиональных выставках декоративно-прикладного искусства. Лю Чюнся что-то пишет по заказу «Что-то для души». Знаменитая картина Шишкина «Утро в сосновом бару» появилась как воспоминание о детских годах алтайской художницы. «Шишкин один. Поскольку я люблю природу, то в детстве, когда я увидела этот пейзаж в каком-то альбоме с картинками, я оторвала страницу и сохранила. Эта картина была написана в моем родном городе. В Коктахае тоже были медведи, и пейзажи там очень похожи на российские. На создание картины самоцветов уходит немало времени. Это изображение богини Гуаньин создавалось более полутора лет. Сейчас вместе со своей командой Лю Чюнся готовит большое полотно, которое украсит театр в городе Урумчи. Имя художницы теперь известно далеко за пределами родного Синдзяна. Город Алтай, где находится ее мастерская, стал популярным курортом. И на память о счастливых днях в сказочных местах многие увозят домой эти необычные картины. Гулигена Артур Валиев, Уаин Ри, Сэджи Тиен.